Вы знаете, тема все-таки выезжает, она достаточно линейная по сравнению с визитом президента Си или председателя Си, потому что зачем он был нужен, я первый вопрос сам себе задам, зачем был нужен такой визит, почему сейчас? Я вам помогу, Михаил, зачем был нужен этот визит? Да, это ответ на ордер, это ответ на ордер, то есть вот реально, это ответ на ордер, потому что впервые за время полномасштабной агрессии, то есть за время войны, признанной ООН войной, ООН признал это войной, Путин впервые пересек границу Украины, до этого не пересекал, то есть до полномасштабной агрессии он в Крым ездил, пожалуйста, как все домой, а за время войны строго этого не делал. Поэтому, когда мир решил устроить ему вот этот ордер, то он сказал, он не сдался, Путин. Тут, кстати, к сожалению, наш соперник еще не повержен. Это мне показало то, что он не повержен. Я все-таки рассчитывал, что он засядет у себя в бункере и будет грустить. Но нет, он все-таки рванул в бой. Сейчас не важно, пока двойник, не двойник, пока в данном случае не важно. Важно, что юридически он был в Мариуполе. Он юридически был в Мариуполе. Он же не отрицает, что он был в Мариуполе. Значит, юридически он там был. И он пересек границу Украины во время действия военного положения, как мы понимаем, что по украинскому закону карается всякими последствиями. Он потерял дипломатический иммунитет для Украины. Потерял. Он для нас стал легитимной военной целью. А раньше нет. Раньше он был президентом России, не легитимной военной целью. А сейчас он легитимная военная цель. Потому что он в составе оккупационного корпуса приехал, да еще и не одетый в военную форму. Поэтому он, с одной стороны, легитимная военная цель, с другой стороны, не подпадает под Женевскую конвенцию, и закон о защите комбатантов. Потому что он без военной формы. Это статус партизана. Нет, абсолютно. Вот. То есть, ну да, ничего нельзя поделать. Его судить можно будет в Украине по законам Украины, и мы не обязаны его обменивать. Пленных мы после войны обязаны вернуть. Обязаны. Даже если не на кого обменивать, мы их обязаны вернуть. А Путина нет. Вот. Он этот статус потерял. И он это все знал. Если он знал, он сознательно все это делал. Это был его ответ Западу. Вот Запад решил провести эскалацию, политическую эскалацию личного отношения Путина. Путин сказал, вы эскалация, я эскалация. Я не боюсь. Вот смотрите, я еду как к себе домой. Это эскалация. Поэтому политически вот так. Политически. Теперь уже там детали насчет безопасности. Лично это он, не он. Вы знаете, он же молчал. Заметили, да? Привезли молчаливого Путина. Они специально. Они поняли, что же Тармин поймает. Вот только раскроешь рот, что Тармин поймает. Они это знают. Тармин сразу определит, какой из наборов неделька приехал. Поэтому они заставили умолчать. И у меня нет по этому аргументов. Знаете, вот у меня пока есть фотография. Да, фотографию видел эту. Согласен. Но я как бы... У меня компетенция заканчивается на текстах и на лингвистическом анализе, на словарном запасе этих вот неделек. По нему могу судить. По внешности. Но я не главный специалист. Может он так наморщить подбородок. Может он что-нибудь не то съел вчера, грибочков поел, у него подбородок оттянуло. Как у пеликана бывает. Знаете, пеликан рыбу захватит, у него оттянулся подбородок. А нету рыбы, он не оттянулся. Ну там рыба, город, слушайте, город рыбный, Мариуполь, море там все может быть. Вот. Мне интересно, кстати, были кадры, но это вот сейчас тоже гуляет по интернету. Вы видели, что трое из этих мариупольцев, которые встречали, оказывается, в Новый год стояли за спиной у Путина в военной форме. Видели, да? Ну не знаю, насколько. Нет, этого я не видела, я видела только то, что установлено, что это действительно жители Мариуполя. Не все. Ну не все, ну да, но были среди них и жители прямо Мариуполя. Да, да, да. Есть жители Мариуполя по фамилии Волосатых, а есть трое из этих вот, ну из этой группы, которых идентифицировали на кадрах новогоднего поздравления Путина. То есть вот что это трое поздравляли. Это как бы работники ФСО, одновременно, ну среди этих жителей Мариуполя. Но там есть жители Мариуполя, безусловно, да. Вот. Ну все, вот вам и весь визит. Этот визит, это ответ, это политический шаг. Вот он сделан. И, к сожалению, вот не сдался, зараза. Показал, кому он это все. Он показал Западу, что вот смотрите. И он показал своим. Своим же он что показал? Что ничего не будет, ребята. В смысле, да, мы будем следовать своей линии. Но, правда, как говорят у них в России, дал заднюю на следующий день. Знаете, одним всего заявленицам дали они заднюю. Я уж подумал, все, решил, ну типа да, отмораживаемся, все, идите вы все. Но не бедзи этот, или как его там, который представитель. Сказал, что вернут детей. Вернут детей. А он сказал слово в Украину? Вот вы слышали сами. Он сказал, ну давайте так, там было сказано, что мы вернем их назад, ну и предполагается, да, откуда взяли, когда будет безопасно, ну и типа там поменяются условия. Да, да, да. Мне просто интересно, там даже было ли слово в Украине. Потому что я читал, опять-таки, пересказы, прямую речь не слышал. Даже если бы он сказал в Украину, а по законам России Мариуполь же это как бы Россия, правильно? То есть в Украину, значит, куда-то там во Львов, наверное, их вернут, никуда, я уж не знаю. Российская Федерация готова вернуть вывезенных из Украины детей, когда там будет безопасные условия, заявил на пресс-конференции. Вывезенные из Украины, значит, вернуть в Украину, не в Россию же вернуть. Вот. И это, конечно, они называются дали задними. То есть, как понятно, это никак не поможет, но они думали, что поможет. Но почему это не поможет? Потому что если вот обычный вот на улице, не знаю, человек решил вымогать деньги, да, и поймал прям ребенка, схватил из коляски и побежал с ним. А потом на следующий день все-таки вернул, пистолетом угрожая и требуя выкуп. А на следующий день все-таки вернул, его же не перестанут разыскивать и считать преступником. Это все не поможет. Но такое заявление в ООН многого стоит. Это значит, тут есть два разных немножко темы. Значит, одна про Симоньян. Да, меня тоже это поразило, потому что это очень похоже. Ведь на что? Давайте вот. Надо же все время сравнивать с подобным. Что было подобное в российской недавней политической истории. А было то, что кто такие были российские оппозиционеры, вспомните. Ну, разные, да, оппозиционеры. Значительная часть российской оппозиции, так называемой, к тому призывала после оккупации Крыма провести повторный референдум в Крыму. Это же было, правильно? Например, это было в программе Навального в 2016 году в президентской. Провести повторный референдум на оккупированной территории Украины. И тут получается, что, может, Симоньян записывается в либералы и оппозиционеры. Ну, как, это же у них такая политика? Нет. Это в их представлении, не в нашем это либералы и оппозиционеры. В их представлении, что требовать повторного референдума на оккупированной территории, это, видимо, чем-то отличается от первого, от Путина, да, хотя ничем не отличается. Но вот других аналогов, я просто, аналогов нет, как говорят у них в России, понимаете? Я не могу реально найти аналогов этому заявлению. Давайте еще раз проведем более успешный референдум. Потому что так заявлял Навальный точно, так предлагал Яшин, но надо отдать должное, Яшин хотя бы предлагал в Киеве, то есть он честно поступал, он приехал в Киев, сказал, давайте вот. То есть это он Украине предлагал, а не у себя там. Вот. Ну, вообще это было популярным таким течением, давайте проведем. А, Ксения Собчак, помню, предлагала, давайте проведем второй референдум новый. Тоже у нее была президентская такая программа, когда она шла на выборы. Вот. Ну, вот только это мне напоминает Симонян. Видимо, она решила, ну, это, конечно, почти невероятно, может, она решила соскакивать. Ну, как бы себе записывать, ну, записывать себе уже куда-то туда, в книжечку, когда на нее будет ордер, чтобы сказать, вот, смотрите. У них же сейчас модно, что, знаете, когда на кого-то санкции предъявлять достижения. А вот, типа, мы проводили фестиваль Альфа-Джаз, поэтому на нас санкции нельзя. А я вот предлагала провести честный референдум, поэтому меня нельзя в розыск. И в ГАГу меня нельзя. Она же боится ГАГу больше всех. Она же сказала, что даже дворников пошли. Ну, вот других у меня даже и версий-то нет на этот счет. Вот. А вторая часть насчет переговоров, ну, кстати, как, они, то, что вы говорите, такое тоже звучит, но звучит и противоположное тоже. Ну, например, Путин в разговорах с Си говорит, что он хочет переговоров. Это Киев не согласен, и Киев угрожает там победить его мощную армию. Но в то же время есть и заявление, которое вы цитируете, что это, дескать, вот Киев там хочет переговоров. Да, у них есть план отхода, я уверен. И лучшее свидетельство этому плану отхода, кто видел, я не помню, обсуждали ли мы, просто простите, если я забыл этот факт, но фильм «Уловка-22» мы обсуждали с вами, помню, или обсуждали уже, да. Вот фильм «Уловка-22», конечно, лучшее свидетельство, сам факт, то, что появился такой фильм, с такими большими явно вложениями снятый, то есть это явно, такое нельзя снять без согласия высшего какого-то руководителя, ну, какого-то высшего руководителя Российской Федерации, не знаю какого, не обязательно лично Путина. И это вот, одни сейчас спорят о том, чтобы все-таки как-то договариваться и отступать. Но есть проблема теперь. Мир рухнул, поймите, мир рухнул 17 марта. Все зрители должны это знать. Мир рухнул 17 марта. Все прошлые расклады не работают. Все, все эти Киссинджеры со своими планами, как надо там чего-то кого-то уговорить. Все эти, кто там еще говорил, что надо, господи, что... Ну, любимчик ваш Илон Маск всегда. Илон Маск. Это, сейчас я просто за Познер, Познер, который говорит, что Байден должен заставить Зеленского. Это все, на это все теперь один ответ. С кем, ау, с кем нужно заставить? Мы не расслышали. Ах, вот с этим, который дитями торгует, да? С ним надо вести переговоры, да? Понятно. Нет, мир рухнул. Мир никогда не будет прежним. Серьезно. Мир когда-то рухнул 24 февраля, абсолютно, естественно. И вот выписывание этого ордера на арест Путина, это мир рухнул. Тут нет других вариантов. Потому что все на этом кончилось. Ну, какие переговоры, с кем переговоры, о чем речь? И сегодня этот, кстати, фильм про «Уловка-22», я напомню зрителям, что это в двух словах, что это фильм, как бы, грубо говоря, предлагающий срочно идти на компромисс, добровольно отступая к линии 24 февраля. Ну, снятый внутри России за большие деньги фильм, явно не оппозиции, снятый, а кем-то из власть имущих. Он становится страшной крамолой. Потому что теперь это возможно только без Путина. Понимаете? Как только с Путиным, так все. Да, очень часто, кстати, говорят, что этот ордер, это больше не для Путина. Это как сигнал его окружения условным элитам. Потому что часто они любят, когда говорят про российское общество или элиты, говорят, что их не существует. Но, тем не менее, это действительно сигнал им. Вот давайте без него и будем двигаться дальше. И интересно, действительно, как я люблю говорить, найдется ли человек, который положит ему подушку на лицо. Но, с другой стороны, Михаил, я тут вспоминаю и недавнее заявление Евгения Пригожина, человек, который, конечно, сделал себе удивительную карьеру от повара до человека, которого так массово и так активно тиражируют все его заявления. Помимо того, что он говорит, что они выигрывают в Бахмуте, потому что Бахмут на 70% оккупирован, он говорит, подождите, если, значит, Министерство обороны нам не поможет, то вагнеревцев окружат. Ты себе так думаешь, а как так можно выигрывать, что тебя вот-вот окружат? Ну, а другое-то он говорит о том, что Белгороду угрожает оккупация, что туда войдут вооруженные силы Украины, значит, оккупируют и поставят ультиматум. Вопрос руба, либо так, либо так. И тут тоже я не могу понять, является ли это дискредитация российской армии как по Бахмуту, так и по этой части, потому что а где пограничники, а где ФСБшники, а где армия? Что вообще происходит, если Белгород могут оккупировать? И это все официальные заявления, Михаил. Я сегодня, честно вам скажу, вы не первые, с кем я сегодня на стриме, я давал тут интервью на стриме, тоже в прямом эфире, есть такой российский журналист Игорь Яковенко, но он точно у нас, как сказать, должен быть, я думаю, в Украине на хорошем счете, потому что все-таки... Да, да, он часто бывает нашим гостем. Да, 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 он часто здесь, и он без сомнения на стороне Украины, то есть тут нет никаких вообще оттенков. И вот я в ответ на его вопрос стал анализировать какие-то слова Симоньян, потом Медведева, там еще чего-то, приводить их в пример. А он мне так, ну Михаил, ну он же как бы ответственный человек, серьезный, взрослый, бывший даже, как он там назывался, представитель Союза журналистов России. Он говорит, нет, ну вы что, говорит, в России слово больше ничего не стоит вообще, это не нужно анализировать. Слова ничего не стоят, и в этом, собственно, гибель России произошедшая. Вот это обнуление России, оно произошло за счет того, что слова не стоят ничего. Поэтому какой уж там Пригожин, если Медведев... Медведев пообещал нанести удар, как вы помните, по зданию суда в Гаге, правильно? Пообещал... Гиперзвуковым Ониксом нанести удар. Значит, гиперзвуковой Оникс расположен, известно, в какой точке. Он расположен только на адмирале Горшкове. Это у них этот корабль такой. Ну, услышав такое заявление вообще-то от заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. Ну так, по идее. Вообще-то. Когда, через сколько минут должен собраться штаб НАТО, заседать на эту тему, да? Ну вот, зам СССР объявляет, он же не сказал, если там они что-то... Нет, просто мы нанесем... Раз они написали ордер, мы нанесем удар Гиперзвуковым Ониксом. Штаб НАТО должен сказать, так, корабль вот там-то, они собираются носить удар по Нидерландам, правильно? По территории НАТО. Ну что, никаких вообще никаких ответок? Просто ничего? То есть настолько относятся несерьезно к словам, да, заместитель секретаря Совета Безопасности, чего уж там, как говорится, Пригожин. Но Пригожин, в его-то словах, в отличие от Медведева, всегда есть доля, правда, большая. Он же вот эту историю, тот заявление его, как это, прошу всем считать меня коммунистом, да, если нас окружат Бахмутом, он же его уже делал в устной форме две недели назад. Прямо то же самое. Он про булочку, помните, рассказывал. Говорит, будет такая сосиска, говорит. Будет вот так вот здесь хлебушек, значит, из украинской армии, дальше сосиска Вагнера, а потом, значит, снова вторая булочка, и они нас не дят. Вот он все это образно описывал, тоже призывая Шойгу к тому, чтобы прикрыть флаг. Значит, Шойгу не приехал за две недели, Шойгу так и не приехал помогать. Говорите, какая же это? Вы же видели карту? Вот они вот эти, такие вот тоненькие, тонкая красная линия. Ну, тут, конечно, в любом случае, нашим воинам там очень тяжело, ну, несмотря на то, что там не участвует пока, я так понимаю, армия РФ вот в этих историях, а только чувака Вагнер, но, похоже, это действительно какой-то шанс, который есть у нашей армии, действительно ударить им во фланг, и все это похоже на правду. Я надеюсь, что в очередной раз Пригожин сдает нам все военные тайны. У нас вообще надежных этих, болтун, находка для шпиона, у нас два человека. Это вот Стрелков-Гиркин и Пригожин. По Стрелкову мы узнаем обо всех освобожденных территориях, пока наш генштаб еще не сообщил. По Пригожину мы знаем, где слабые места у них. Вот, оказывается, Белгород можно брать. Или что, Белгород, да, Белгород. Но пока мы почему-то бьем по Брянску сегодня. Меня сегодня порадовался. Сегодня хорошие новости. Да, мы сегодня в Брянск. Разбабахали у них там этот нефтепровод «Дружба». В Джанкой. Железную дорогу накрыли. Мы с ракетами не знаем. Ну, это как бы так непроверенные никем сведения. Но взрыв мы же видели. Тоже вот гуляет это видео. Там человеком, снятый в Джанкой. Понятно, что это взрыв не беспилотника, а взрыв чего-то большого и взрывчатых веществ, которые там находились. И крик человека, они по железке попали. То есть, который там стоял, сказал, что по железке. Поэтому словами бы Пригожина и мед пить, сказал он и выпил кухолочки. Да, Михаил, мне кажется, что, в принципе, мы немножко, вспоминая ваш разговор с Игорем Миколенко о том, что слово «ничего не стоит», нам, конечно, украинцам или, в принципе, русскоговорящим людям повезло намного меньше, чем условным европейцам. Но я более чем уверена, что в Нидерландах ну вряд ли кто-то запаривался, чтобы перевести телеграм-канал Дмитрия Медведева про Оникс, про удар по ГАГе. Я предполагаю, что эта новость, если и появилась, вот прям совсем вряд ли, то где-нибудь совсем чуть-чуть. Ну, что уж говорить там про какие-то другие языки мира, французский, итальянский, испанский, немецкий. То есть это же все время кипит у нас, потому что мы это, то, что называется, понимаем без перевода. И я вот думаю, как же, ну все равно безумно на нас давит их информационное поле. К счастью, мы не являемся уже, по крайней мере, я хочу в это верить, людьми, на которых непосредственно это влияет в плане воздействия. Нас не пугает заявление Медведева. Мы не относимся серьезно к ядерному шантажу, но мы все равно воспринимаем это и все равно, конечно, так или иначе, мы вынуждены даже вот такие идиотические заявления все равно обсуждать. И хочется спросить, доколе? Да, слушайте, насчет того, что да, мы вынуждены, ну, кстати, насчет Нидерландов я бы с вами все-таки не согласился, потому что, ну, представьте себе Нидерландскую разведку, она же существует, я не знаю, как она называется, там, Массат или как-то, ну, какой-то там разведка. Сидит Нидерландская разведка и, естественно, она мониторит же вот слова, ну, высшие руководители Российской Федерации, вот слова, связанные с Нидерландами, они должны мониторить. Там есть слово ГАГа. Так, в каком контексте ГАГу сказал? А, они все-таки по нам удару, ониксами. Ну, вот как? Ну, это не может пройти мимо. Я понимаю, что это может быть не в газетах на первой странице, но в разведке же должно быть. Ну, вот, доколе? Доколе, доколе, доколе? Не знаю, мне иногда возникает, конечно, соблазн перестать их слушать, потому что я понимаю, что это немного сбивает мне прицел, фокус, сводит с ума, что ли. Но я не могу от этого отказаться, от того, чтобы их слушать. Я уже не смотрю, сижу передачи Соловьева. Знаете, у меня есть друг, который смотрит передачи Соловьева полностью, от начала до конца. Реально, специально. Нет, специально. Он занялся этим не во время войны, а на много лет раньше, только для того, говорит, я понимаю, что происходит в России, какие задачи они ставят, когда я смотрю передачи Соловьева. Ну, мой друг на нашей стороне, естественно. Вот, специально смотрит. Я настолько нет, не могу. Я это читаю. Да, мне иногда, кстати, мне иногда даже от этого морока, знаете, занимает несколько минут, вот встряхнуть головой и понять, что это все не так. И я тогда себя успокаиваю тем, что надо, ну, как вы помните, сигнал, сеанс черной магии с последующим разоблачением, как один киевский писатель сообщал. И мои зрители, например, вот у меня на канале очень часто просят разоблачения. То есть это же сеанс черной магии, все, что делают все эти. Вот, видите, от черной магии даже человек упал прямо в студии. Это было изгнание бесов. Это экзорцинизм. Да, да, да. Именно, да. Бес изошел, человек упал, в нем кроме беса уже ничего не было. Поэтому он на ногах стоять без беса не смог. Вот. И там происходят какие вещи? Ну, например, вот давайте, вот если всерьез, кстати, да. А, я понял, я вспомнил, почему меня Яковенко так осадил слегка. Потому что я всерьез анализировал слова Симонян, говоря, ну как, Симонян, давайте так. Вот она вроде никто, правильно, по должности. Ну, когда она стоит в студии у Соловьева, она просто какая-то женщина, которая что-то говорит. Но в то же время она директор государственного телевидения. Российского государства. И вот что Симонян сказала по поводу этой повестки. Она сказала следующее, что если, значит, Путина арестует какая-то страна, то через 8 минут, согласно подлетному времени, будет нанесен удар по этой стране. Правильно? Ядерным оружием. Уничтожен Путин. Да, 8. Значит, это как бы уничтожен Путин, да, раз. Видите, вы заметили, вы смотрите на полную половину стакана. Теперь посмотрим на пустую. Значит, Путин же арестован, правильно? Ну, в этот момент Путин арестован. Кто отдает приказ бомбить эту страну? Путин понедельник или Путин вторник, а может быть субботний. О, да. Ну, как бы они же знают, что Путин арестован и не могут слушаться другого Путина. Поэтому Мишустин, Мишустин. Итак, удар нанесет Мишустин. Это сообщило Симонян. Потому что Мишустин по Конституции именно он начинает исполнять обязанности. Итак, Симонян рассказала, что Мишустин готов нанести удар по той стране и так далее. Где, во-первых, ордер на Мишустина? Потому что... Еще раз. Если бы это сказала просто какая-то женщина на шоу Соловьева, то кто так? Пожалуйста. Но это сказала директор государственного телевидения. И МИД, по идее, должен опровергнуть ее слова, сказать, не беспокойтесь, Мишустин не будет этого делать. Но МИД этого не сказал. И Мишустин не опроверг ее слова. Не сказал, не, я не собираюсь наносить удар по... Например, ну вот, как мы знаем, в ЮАР, да, собирается Путин, там его собираются арестовывать в притории. То есть Мишустин не сказал, я приторию бомбить не буду. Не сказал. Не сказал. Вот это если всерьез все это обсуждать. Если всерьез. Но в то же время не обсуждать... Слушайте, я уже дня до... Как это? Сейчас попробую этот глагол придумать. Да не дообсуждался. Да не дообсуждался. До 24 февраля я очень легкомысленно относился к угрозам со стороны Путина. Вы знаете, что я сказал? Я не знаю. Что вы тогда говорили и что вы тогда обсуждали. Когда вышли эти две бумажули из МИДа России про то, что они ультиматум НАТО написали и ультиматум США и ультиматум еще Евросоюз три бумажули. И потребовали каких-то ответов от США, НАТО и Евросоюза. И у меня стали про это спрашивать журналисты латвийские. Я знаете, как сказал? Ой, да ладно. Там какая-то в МИДе написали какую-то чушь. Говорю, скорее всего, Лавров в отъезде был. Потому что, говорю, это какая-то в стилистике, это какой-то примитивный написано. Ну, не мог Лавров, говорю, такого допустить. Говорю, либо сейчас Лаврова уволят, если он это допустил, либо это он просто отсутствовал. Почему? Я вот так отнесся, понимаете, тогда. А оказалось-то, что все по-настоящему. Вот же. В смысле, они за это воюют. И Путин до сих пор все это оглашает. Прямо сейчас. Вот все, что там написано. ИСИ уже про это говорит, что надо же обеспечить России безопасность. Всю эту штуку. Про НАТО, про все вот это фига-то. То есть, все оказалось по-настоящему. А почему мы сейчас должны отмахиваться от слов Симонян? Ну, в такой ситуации. Почему мы должны отмахиваться от Медведева, говорить, да не, не будут они униксами стрелять? Может будут, а что нет? Почему мы должны так сказать? Ну, нет, слушай, все. Вот вы спрашиваете, доколе? Пока мы их всех не прижучим, сколько нам еще надо ордерочков правильно выписать? Пока мы их всех не поймаем, куда мы не денемся от этого риска? Я думаю, что так как больше нет шансов на существование России с Путиным ближайшие, ну, в рамках цивилизованного мира этого быть не может, только в тотальной изоляции, как правительство Китая, то это война уже на уничтожение России, то есть война на уничтожение России. Это не война на то, чтобы победить Россию и там, освободить нашу территорию. Это война на уничтожение РФ нынешнего государства. И тогда, когда следующий лидер, даже Си приедет к следующему какому-нибудь лидеру вот той территории, он скажет, наши страны, ну, через год, например, да, после войны, скажет, наши страны соседствуют уже год, ну, потому что вам уже год. Новообразованная. Да, вот это будет правильная позиция. Субтитры сделал DimaTorzok